здравствуйте уважаемые зрители вашему вниманию хочу предложить фильм о том как своими руками в домашних условиях изготовить вертушку не просто вертушку вертушку универсальную чем заключается универсальность нашей вертушки как видно я вам попробую показать немножечко сейчас по-другому берем если ее разобрать то здесь можно менять крючок от тройника двойника одинарника до любого какой вам понравится частности я в классическом варианте использую вот такой вариант вертушечку можно изготовить начиная от 0 и заканчивая пятеркой как вам будет благорассудно значит посмотрите вот это фирменная вертушечка мэпсовская лепестки все изготовлены индивидуально под каждый сердечник сердечники тоже разные если как я буду рассматривать в нашем фильме мы можем использовать в таком варианте вот у меня под руками имеется вот такой наборчик стримеров то можно спокойно убрать тройничок и в зависимости от величины нашей вертушки подсоединить подходящий стримерок если она у нас достаточно большая крупная то можно использовать такого типа стримера частности вот это стример для ловли судака это тоже вот такие это лососевая но они с успехом ловят в наших водах любого хищника спокойно можно начиная от тройки четверка пятерка ставить вот такие стримерки которые дополнительно будут привлекать еще хищника хотите можете использовать как вам удобно 2 можно подсоединить вместе вертушки будет у вас тандем давайте теперь мы будем раз мы рассмотрим с вами небольшую особенность значит как вы видите я повторю еще в дальнейшем фильме по сравнению вот с этой вертушкой которая французская здесь слегка удлиненная ось для чего это нужно для того чтобы можно было спокойно разобрать нашу вертушку и в другой очень важный момент это то что в зависимости от длины вот этой оси у нас улучшается или же ухудшается стабильность положения вертушки в горизонтальной плоскости чем длиннее вот эта ось тем меньше закручивается леска или же плетенка у нас при проводке и стабильно она себя ведет в одном положении если мы опушку сделаем значительно пышнее или больше вертушка у нас будет идти вот оттягивая вот в таком положении меньше будет больше вот так проваливаться и крючок будет идти вместе с ней по отзывам моих друзей и товарищей довольно таки стабильно себя ведет вертушка даже в момент погружения лепесток заводится и начинает работать если у вас нет возможности приобрести где-либо отдельно сердечник я делал вот такой вариант как вам видно с наборкой шариков латунных если у вас такого нет возьмите оливку и на оливке сделайте вот такую вот сборочку лепесток в домашних условиях изготовить не проблематично как я сейчас вам покажу давайте мы теперь перейдем поэтапно как мы будем изготавливать вплоть до токарного станка продолжаем дальше переходим к изготовлению лепестка для этого мне понадобятся тиски тиски я буду показывать на этих но скажу честно буду прессовать на других в другом своей мастерской нужно будет нам вот такая матрица которая изготавливается из трубки потом слегка в тисочках поджимается по форме лепестка и листочек шлифованной латуни уже полированный шлифованный для того чтобы мы уже потом не мучились нашим от прессованным лепестком принцип весь в том что прикладываем на резину наш матрицу прикладываем на металл вставляем в тиски по плоскости по плоскости и начинаем зажимать наши тиски зависимости от количества оборотов у нас лепесток будет или же более выгнут или менее после того когда я выпрессу лепесток на других тисках я вам покажу как он выглядит продолжаем дальше вот я выпрессовал как я показывал перед этим но на более мощных тисках вот такой лепесточек как вы видите нормально у него форма теперь остается только лишь вырезать его по контуру и я слегка обрабатываю его можно вручную но я на наждачке алмазном и просверлил отверстие отверстие для крепления нашего лепестка продолжим дальше продолжаем дальше как видно вот наш лепесточек поднесу немножечко поближе уже готов для того чтобы приступить к дальнейшей работе мы вытащим с вами сейчас сердечник но как я уже говорил мы можем ограничиться набором из бусинок блестящих латунных которые продаются в магазине или же взять свинцовую оливку я использую пруток диаметром 5 миллиметров можете 6 это уже будет как вам удобно и под пруток я начинаю себе подготавливать сердечник как видно он где-то порядка 10 12 миллиметров перепроверимся сейчас должен быть до ограничимся длину его 12 миллиметров для того чтобы приступить дальше я ставлю не вращающийся конус для того чтобы обозначить центр чтобы можно было в дальнейшем не соосно просверлить станок будет немножко шуметь поэтому извините за звук подвели до легкого касания а потом берем и просто сильненько сильно нажимаем как видите мы продавили центр убираем и подготавливаем наше сверло я просверливаю отверстие диаметром 1 и 2 1 и 3 стараюсь больше не делать для чего потому что я использую проволоку приблизительно ну 0 5 мне как раз хватает для того чтобы спокойненько завести двойную сложенную пополам эту проволоку берем сверло ставили и начинаем процесс этот будет долгий поэтому давайте я просверлю а потом мы продолжим почему я начинаю сперва сверлить а потом обрабатывать пруток бывают плачевные случаи потому что качественные сверла не всегда попадаются она начинает обламываться и обламывается самый неподходящий момент поэтому раз у меня не вышло просверлить отверстие могу перевернуть пруток или же отрезать тот тот кусочек прутка в котором застряла сверло продолжим дальше вот мы с вами просверлили отверстие в дальнейшем нам инструмент как задняя бабка не нужен моего выбираем убрали и будем теперь выравнивать нашу заготовочку подвожу на токарные все приемы вам они не нужны я буду теперь обрабатывать трубку пошли включая подачу обороты 200 220 больше не надо потому что будет получаться не совсем идеально ровненькая наша форма не совсем не знаю а не не , не не Сделаем паузу, пока будет обрабатываться наш пруточек. Покажу потом уже в завершении. Наша заготовочка имеет приятную цилиндрическую форму с нормальным покрытием. Для дальнейшего продолжения работы нам необходимо верхний суппорт повернуть на определенный угол, для того, чтобы выточить конус. Какой градус, это определять вам. Я чисто экспериментально остановился, чтобы угол был порядка 12-15, в зависимости опять же от величины. Если у нас, как в нашем варианте, трубка вышла 4,5 после обработки, достаточно будет 15 градусов. Возвращаем в исходный верхний суппорт и подводим к нашей детали. Подвели. Перемещением рукоятки верхнего суппорта подводим и включаем наш станок. Также обороты 220-240, больше не усердствовать. Плавной подачей вперед и перемещая верхний суппорт, мы точим конус. Прохождение резца я делаю, потому что у меня специальная заточка вперед-назад. Вот мы с вами прошли. Меня не устраивает угол, я его буду менять на больше, сделать более острее. В данный момент у меня 15, поставлю сейчас 25. В данном случае я делаю 5. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... До касания и продолжаем дальше точить наш конус. Такая конусность меня устраивает. Доводим нашу работу. Не стремитесь к скорости, потому что обороты должны соответствовать подаче для того, чтобы не оставался след нашего резца. Так, сделали. Убираем все в исходное положение. И выставляем обратно суппорт верхний наш на ноль. Так, продолжаем дальше. Для того, чтобы продолжить дальше, я беру, подравняю заусеницы, которые у меня остались здесь при доработке. Над шельком спереди. Подравняли. И переставляю другой резец. Здесь я буду использовать резец. Попробую вам увеличить. Так. Вот если вам так видно. Он клиновидный. Как видно по заточке. Это... Не хочу сказать моё ноу-хау. Но я все инструменты подготавливаю под свою работу. И будем делать канавочки на нашей вертушке. Продолжаем дальше. Подводим к месту предполагаемого крепления. Вернее, место нашей, где должна быть первая канавочка. Проверили положение на верхнем суппорте, чтобы он был на ноле. После этого мы берём, отводим наш резец и включаем станок. Глубина канавки вы для себя выберите экспериментально. Продолжаем. Как вы видите, у нас канавочка. Довольно-таки быстро уже готова. Для того, чтобы у нас все они были одинаковые, запомните положение подачи. На каком стоит деление. Вывели резец из работы. И сделали один полный оборот. Для того, чтобы они были одинаковые расстояния. Можете сделать на 0,8. Я делаю один полный оборот. Сделал 0, совместился у меня с 0. Делаю другую канавочку. Также соблюдая глубину прорезки. Вот мы и дошли до нашей меточки. Выводим резец из зацепления. Опять делаем один полный оборот на верхнем суппорте подачи. Подводим резец. Делаем следующую канавочку. Убрали опять. Количество канавок. Это уже как кому будет по душе. И точно так же и расстояние между канавками. Вы можете выбрать для себя произвольно. Я для себя чисто эстетически определился на таком соотношении. При такой величине. Делаем 5 канавок. Опять же не забываем о том, что длина нашего сердечника должна соответствовать 12 мм. Перепроверимся. Вот у нас получается 12 мм здесь. У нас вышло раз, два, три, четыре, пять. Можем сделать еще одну канавку. Для красоты и симметрии. Сделаем еще одну канавочку. Опять же не забывайте о том, чем больше вы снимете металла, тем легче будет ваш сердечник. Поэтому я отверстие стараюсь выбирать оптимально маленьким внутри. Для того, чтобы мне можно было спокойно поставить туда нашу двойную проволочку. Вес такого сердечника от двух с половиной грамм до трех граммов. Отрезным резцом подвожу там, где предположительно мои 12 мм. Можно отметить даже четко, сколько они должны быть. Вот у нас соответствует нашим 12 мм. И отрезаем. Продолжим потом дальше. Вот наш сердечник готов. Лепесток тоже готов. Нам остается только лишь одно. Это покрасить наш сердечник. Переходим к другому этапу. Продолжаем. Окраска сердечника вроде бы банальная процедура. Однако же имеет небольшие свои хитрости. Почему я делал канавки определенной глубины. Так, чтобы я их не замерял. Но мне так кажется где-то в пределах 0,3-0,4 мм. Я использую. Можно использовать вот такой обыкновенный лак для ногтей. Красный. Но я использую лак флюоресцентный. Потому что он мне больше нравится. Взболтал его, подготовил. И прямо кисточкой, не иголкой наношу. Вот так прокручивая лак. По своим бороздкам. Для того, чтобы он туда впитался. Даже еще кисточкой помогая ему. Как бы пропихивая его туда. Много не стоит брать. Потому что вы его все равно потом излишки удалите. Вот так. Есть. Вроде бы аккуратно. И на всю глубину перепроверились. Добавили. Есть. Теперь берем. Так, чтобы не оставляло ворсы. Обыкновенный кусочек тряпочки. Марли. И придерживая сердечник, я начинаю вытирать излишки краски. Провели один раз. Как вы видите, вот вышло вот такое. Убрали. Подвели чистый кусочек тряпочки. И вот так протерли его. Наш сердечник. Если вы сделаете глубину канавок несколько меньше. То есть вероятность того, что вы вытащите при вытирании лак. Вот я вам показываю, пожалуйста. Вот наш сердечник. Окрашенный. Привлекательный. Готов. Для того, чтобы мы собрали вертушечку. Я подготовлю пока все соответствующие материалы. И будем собирать вертушечку. Хомутик я уже изготовил. Я вам только покажу, как он изготавливается. Переходим к нашему хомутику. Я приловчился его изготавливать из вот такого обыкновенного провода. Медного. Луженого. Не знаю, где он применяется. Дело в том, что мне, друзья, друг мой принес. Я его приспособил. Я вымеряю, какая мне необходима длина. Приблизительно до 1 сантиметра. И откусываю бокорезами. После этого я беру вот такой инструмент с гладкими губками утконосики. И в одной плоскости, показываю. В одной, вот так, наверное, будет лучше. В одной плоскости, ближе к ручке, на полтора миллиметра, зажимаю и сдавливаю. Как вы видите, образовалась вот такая вот площадочка. Поближе поднесу. Вот такая площадочка. Соблюдая соосность, я переворачиваю нашу проволочку. И выполняю ту же операцию с другой стороны. Зажали. Вот у нас получился... Возьму сейчас пинцетик, покажу. Вот у нас вышла вот такая заготовочка. Что нам нужно? Я с обыкновенного дюбеля переделал пробойничек. И на наковаленке пробиваю отверстие. Требует небольших навыков. Ну, чуть-чуть подпортите, а потом у вас будет получаться. Потом изгибаете. И в результате у нас получается вот такой... Вот, покажу поближе. Хомутик. Сейчас. Поменял пинцет, чтобы было удобно. Вот такой хомутик. Как вы видите, никакой сложности нет. От качества комута, который будет держать наш лепесток, во многом зависит качество вращения его. Ну, и в целом нашей вертушки. Приступаем к следующему этапу. Элементы наши готовы. Убираем. Тройник я беру. Качественный. От этого зависит вся наша рыбалка. Я вообще стараюсь использовать качественный. Потому что обидно бывает и досадно, когда... Ну, отчасти из-за нашей бережливости, не буду говорить жадности, конечный результат страдает. Вот я закрепил наш тройничок. Тройнички я использую. Это не реклама. Я использую вот фирмы Овнер. В данный момент я взял крючок 16 номер. Потому что для нашей вертушки подойдет именно такой крючок. Опушку мы будем делать с вами из вот такого пера оранжевого. Нить я использую тонкую, потому что нам нежелательно, чтобы было слишком толстое наше тело. Она где-то у нас порядка 12,0. Взяли. Закрепили нить. Прогоняем по цевьё. До загиба. Прогнали. Сильно не наматываем, потому что излишки нам здесь не нужны. Тело. Отрезали. Можно изготавливать опушку. Я сейчас вам покажу. Если у вас, допустим, нет в наличии соответствующих материалов, я делал вот такую опушку. Как её здесь видно, используется обыкновенная нитка синтетическая, люрекс и термоусадочная трубка. Это я подготавливал для судочка, для блёсен, воблерков и отдельно на тройнике с огрузкой. Переходим к нашим тройничку. Я беру перо. Предварительно его подготовил. Подобрал так, чтобы он у меня подходил. Проверил по высоте бородки подходили. И креплю наше перо. Подтянул. Так как перо у нас оранжевое, само по себе уже имеет привлекательность, я хвостик не делаю. Если бы я изготавливал из белого или вот как... Сейчас я вам покажу. Вот я изготавливал из белого пера, тогда я приматываю хвостик. А так нам будет для привлекательности достаточно одной опушки. Промотали. Подвели к колечку. Здесь оставили. Аккуратно, дабы не порвать наше перо, делаем намотку, помогая пальцами. Стараемся так, чтобы виточки были плотненькие. Чем пушистей ёршик, тем дольше он прослужит в зубах нашей рыбы. Как я уже говорил, опушечку вы можете выбирать и делать под себя любую. Если у вас нет в наличии подходящего пера, я потом, если будет возможность, покажу вам, как из любого пера или же из ниток изготовить ёршик. Сделали. Аккуратно, так, чтобы не повредить пальцы. Уводим наши бородки назад. Прихватили. Убрали те, что у нас торчат. И формируем небольшую головку. Делаем завершающий узел. И отрезаем наше перо. Опушечка наша почти готова, аккуратненько осталась. Здесь вот у нас попал волосок. Мы его отрежем. Как видите, осталось только нанести капельку лака. Для завершения. Делайте эту операцию аккуратненько, так, чтобы вот в данном случае на перо желательно, чтобы лак не попадал. Для того, чтобы наша опушечка и тройничок с головкой выглядели красиво, необходимо эту процедуру повторить ещё раз, потому что лак у нас глубокого проникновения. Он пропитывает наши все виточки. Так. Вот так. Вот так. и даём ему отсохнуть. Пока будет сохнуть наш тройничок, это 2-3 минуты, мы с вами приступим к сборке нашей вертушки. для сборки вертушки. Для сборки вертушки нам понадобится убираем станочек, чтобы не мешали. нам понадобится вот так. Нам понадобится проволока приблизительно толщиной 0-35-04. Можно использовать и 0-5. Я собираю вертушки все немножко своеобразно. Для чего? Потому что я не откусываю кусочки проволоки, сколько мне там нужно, больше, меньше. Я беру, одеваю те бусинки, которые мне необходимы. для начала лепесток с хомутиком и в последующем я потом одеваю сердечники и заканчиваю. Всё вы интуитивно поймёте, как и что изготавливается. Для начала я беру две обыкновенные, вот у меня есть вот такой набор разных здесь в коробочке бусинок, которые я храню для своих нужд. Беру две, подготавливаю одну и выберу ещё одну вот такую красненькую бусинку. Она пластмассовая, можно использовать металлические, но в моём случае не имеет большого значения, какой у нас будет шарик здесь. Выточить можно здесь и латунный, как я уже говорил, но в данный момент он здесь немножко не уместен. Так, и теперь я беру, собираю нашу вертушечку. Одеваем ещё один шарик. Всё займёт времени у вас не так много, если у вас будет подготовлена вся необходимая фурнитура для сборки. Вот мы собрали. есть. Берём наш сердечник, который уже подсох от лака. Примеряем. Вот я вам покажу. Как видите, край сердечника лепесток немножко перекрывает. По всем правилам, как собирается вертушка, необходимо так, чтобы у нас лепесток не доходил 2-3 миллиметра до жала крючка, который мы будем цеплять. У нас свёрт соответствует. Теперь мы берём вот такой следующий инструмент. И интуитивно будет понятно, я подготавливаю место для крепления нашего крючка. делаем вот такую петелечку. Видно. Берём наш тройничок, который уже подсох. Если не подсох, подождём, как в вашем будет случае. Одеваем тройничок. Можно собирать и без тройничка. вот как вы видите тройничок у нас на месте. И начинаем сборку. Длина вот оставшейся нашей проволочки должна составлять приблизительно две трети длины нашего сердечника. Для того, чтобы мы могли потом производить разборку. Примерили. Как видите, тройник достаточно хорошо у нас зафиксирован. Возвращаем все элементы, проверяем, смотрим. Соответствует. Теперь мы переходим к завершающей стадии. На длину проволочки, для того, чтобы мы могли разобрать нашу вертушечку. Вот у нас получается она вот в таком виде, как вы видите, подровняли. Я беру тканусики и делаю колечко. В одну сторону и в другую. Теперь оставляю вот в таком положении, чтобы было вам понятно. Видите? Достаточно. Прихватываю хорошо и делаю пару, тройку оборотов. сделали. Стараемся так, чтобы виточки наши были плотненькие. От количества оборотов крепость вашей вертушечки не имеет никакого отношения, потому что я иногда даже делал без этих оборотов а колечком. Теперь самый важный этап в нашей изготовлении, в нашей блесны. я не откусываю проволоку для того, чтобы не было всех этих заусенец, которые образуются при откусывании. Я ее отламываю, оставляю вот в таком положении. Видно. И по оси намотки параллельной нашей проволоке я беру опускаю ее вниз. Хорошо держу наше колечко. Опускаю. Видите? Она сама отломалась. Заусенец и нет. поверхность у нас гладенькая и ровненькая. Подровняли нашу оську. Посмотрели. Как видите, вертушечка своими руками готова. Проверим, насколько она будет разбираться. Как вы видите, здесь достаточно места для того, чтобы убрать крючок один и завести другой. лепесток вот и все. Как вы видите, в домашних условиях можно изготовить вот такую уловистую вертушечку универсальную. Если повторю, у вас нет токарного, нет возможности, можно лепесток изготовить из оцинкованного железа, который используется для гипсокартона. Немножко неправильно, но вы сможете рыбачить и сможете насладиться тем, что вы вертушку изготовили своими руками. Сердечник можно взять, попросить у охотников одну пару картечин, просверлить и сделать наборочку, покрасить их точно так же флюоресцентным лаком, и у вас уже будет готов сердечник. Или же купить вот такие шарики латунные, которые продаются в нахлыстовых магазинах, а не специально для огрузки стримеров. Или оливку. Толщина металла на сердечник должна быть от 0,28 миллиметра до 0,35. Это я уже проверил практичным способом. Выпрессовывается очень тяжело. Величина вот этой вертушечки, она у нас ноль единичка в обиходе самый раз. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. До свидания. до новых встреч. До новых встреч.